Задача составить список распространенных ошибок, ошибок распространения и проверенного работы в сотнях визуализаций. Сейчас мы об этом и поговорим. Для кого? Дизайнеров, заказывающих визуализацию, визуализаторам, выполняющих визуализацию, для менеджеров, которые работают, эффективно выполняют работу, и для руководителей, для того, чтобы эффективнее работать, соответственно, с подчиненными, чтобы выстроить какой-то процесс. Профессионалом, кто уже сейчас является профессионалом, это возможность просто систематизировать, по сути, и если вы что-то дополнительно знаете, то есть возможность подсказать нам что-то еще, если что-то я упустил. Присылайте свои примеры, кстати, по каждому из элементов, то, что мы будем обсуждать, возможность составить структуру, знать, какие ошибки, как их можно избежать. Как я и сказал, в каждом блоке будет общая рекомендация, общие правила, и пояснения к ним, а также частые ошибки. Мы не будем рассматривать сознательно те термины, связанные с гаммой, с тем, как нужно делать, что нужно делать. Будем просто указывать то, что мы должны видеть. То есть мы будем рассматривать все наши правила, элементы, с точки зрения, не технической, а с точки зрения того, как это видит заказчик. Поэтому эта информация подойдет и будет полезна всем. И не удивляйтесь, что не будет технической информации по поводу, а как сделать, а что делать в V-Ray именно, или в Mental Ray, или в 3D Max, чтобы подкрутить, чтобы так именно было. Об этом все отдельно, либо вы уже должны знать это самостоятельно. В основном мы будем говорить, еще раз подытоживая, о правилах адекватности. Изображение должно быть на грани адекватности. Вот, наверное, больше вот так вот. Что это такое? У всех она своя, у грани адекватности у визуализатора, у того, кто исполняет, она своя. А у дизайнера и у заказчика, соответственно, своя. Мы попытаемся подружить и найти вот эту точку, в которой они сходятся, вот эти две составляющие слева и справа. Итак, поехали. Все, готовы? Первая часть касается моделинга. Сначала идем по правилам. Первая картинка, они здесь, к сожалению, не подписаны, но у меня есть конспектик, у вас на интернете тоже будет. Можете их как-то называть. Первая картинка, пока работаем. Все должно быть видно, я буду здесь что-то отмечать. Что она обозначает? Все геометрические объекты помещения, такие как стены, арки, камин, аквариум, барная стойка и другие, должны быть детально проработаны. Что значит детально проработано? Значит, должны быть видны стыки, швы, мелкие элементы, мелкие детали креплений. Все как в реальной жизни. То есть, как мы видим, не бывает идеальных поверхностей, всегда есть какая-то фасочка, какой-то скос. Когда у нас даже стыкуются два объекта, мы их обязательно делаем с небольшим зазорчиком, с небольшой фасочкой. Все эти вещи очень хорошо играют на визуализацию, и многие их упускают, и получается объект такой монолитный. Монолитности мы должны избегать и добавлять как можно больше деталей. Все это зачтется. Это не сложно, добавлять детали и снимать фасочки. Это все приводит к очень качественному изображению. Чем больше деталей будет в модели, тем реалистичнее выглядит изображение. Соответственно, добавляем, как я сказал, мелкие детали, петли, ручки, замки, что еще может быть? Ключики разные. И, естественно, детали должны соответствовать реальным объектам. То есть, придумывать ничего, каких-то дополнительных вещей самостоятельно не нужно, но и забывать о действительно тех делениях, которые есть по умолчанию, тоже не нужно. Вот пример с тумбочками, с потолком. Второй пример с полом. Очень сильно рекомендуется делать отдельно каждую фасочку, чтобы было снято. Это будет читаться при любом освещении, при любом раскладе будут читаться вот эти фасочки, например, на плиточке. Коранее рекомендуется делать так. Второе правило, все предметы, ну, здесь давайте тоже дополнительно иллюстрирующее данное правило, как это уже в жизни применяется. Там была схема, а здесь вот мы видим, у нас идет раскладка. Это сделано не текстурой, а все геометрией. По максимуму все собрано, все, что может быть собрано, сделано геометрией. И это нас очень сильно спасает, потому что при большом разрешении это получается очень качественно. Вот еще один пример делал. сделана фасочка, снята, аккуратненько, на гипсокартоне или на проеме. Он не бывает идеально ровный. И здесь вот он, как бы даны вот эти грани, все показано. Соответствующая фасочка, здесь просто при разрешении не видно, есть ли на потолке, ну, везде, на каждом элементе даны фасочки. Посмотрите, посмотрите, как сделаны детали. Все везде соединено через определенный алгоритм, через определенный рубеж. Еще одна иллюстрация, и уже она будет касаться у нас второго правила. Второе правило по моделингу гласит, что не только элементы окружения и геометрии должны быть сделаны идеально, но и, как ни странно, и мелочи, и элементы мебели, всего того, что есть в интерьере, тоже должны быть сделаны максимально детально. Все предметы мебели и наполнения должны быть сделаны в соответствии с заданием заказчика на одинаково высоком качественном уровне. Каждая модель, на что стоит обратить внимание, скачанная с интернет, даже если вы используете готовые модели, должна быть проверена вами на то, насколько она хорошо сделана перед тем, как попасть вам в проект. Я не говорю об ошибках, которые могут возникнуть, ну, естественно, в том числе, но и на соответствии вообще того, что именно эта модель, она подходит вам по качеству, потому что, если не подходит, либо лучше поискать другую, либо есть возможность ее доработать, чтобы не получилось, что все сделано детально, классно и красиво, а какая-то модель на переднем плане у вас будет там без фасочек какая-нибудь такая, что называется, сделанная рубль на топору, чтобы вот этого не было. И, если обратить внимание, тоже не очень высокое разрешение, но, я думаю, видны все детали. Посмотрите, как внимательно сделаны каждый элемент гаечки, крепления, там, чуть ли не шайбочки на каждый болтик, сделан, прикреплен и соединен. Это очень хорошо, и надо понимать, что мы будем картинку сдавать не на мониторе, не как я сейчас показываю, а будем ее сдавать, скорее всего, в напечатанном виде, ну, как минимум, она должна быть напечатана и для портфолио, и, может быть, вы будете где-то еще ее показывать на выставках, либо в печатном виде, либо клиент будет показывать в печатном виде. В общем, это не составит никакой трудности, везде всегда внимательно следить за мелочами. Мы, кстати, всегда требуем и отмечаем тех людей, которые мелочи соблюдают, и те, которые, а, и так сойдет, что это я буду сейчас там лишние три шарика делать. Это абсолютно несложно, это делается, так как все предметы мебели геометрические, то чаще всего достаточно сделать, там, например, одну гаечку или одну шайбу, особенно если она будет видна, и просто ее размножить. Займет она секунд 30, наверное, не больше. И, в общем, учете времени, это ее объеме работы, это не такая большая потеря. Зато, как детально, как внимательно, аккуратно все сделано. Посмотрите, как светильник сделан. Какой идет на скос, вот здесь, именно отражение, отражающийся свет. Если бы фаски не было, этого бы не было видно никогда. И так во всем, каждый элемент детали, он добавляет реалистичности в данное изображение. Ну, здесь, естественно, то же самое. И здесь, ну, везде так сделано. Каждая плашечка сделана отдельно. Внимательно подошел моделлер к своей работе. Далее. Какие должны быть предметы и вообще мебель. Тоже, вот, взяв диван, взяв стол, например, видно, что проработаны все отдельные элементы. Вот здесь, как сделано, ну, практически идеально. Никаких не видно сегментации или еще какой-то ерунды. Все сделано с любовью, с душой, именно так, как оно должно быть. И это здорово, это хорошо. в том числе мелочи, вентиляция тоже проработаны. Не просто поставлена решетка, но и воздуховод там даже показан. Если обратите внимание, в этом примере, там даже есть, ну, как бы, отверстие, это видно. И все это тоже влияет на общую составляющую и на качество изображения. И это очень-очень сильно важно. Следующая часть заусенца на запушке. Нет, естественно, не до такого фанатизма. Во всем этом нужно понимать, где есть грань. Что будет, видно, а что не будет. Я же специально поэтому и указываю на геометрические объекты, которые у вас относятся к к швам, к созданным элементам, мы делаем, ну, по умолчанию просто. то есть ставим себе в работу делать, все равно об этом попросят, их будет видно. А что касается деталей на объектах, то тоже делайте. Что касается там совсем мелочей, их можно, ну, не знаю, заусенцы, их не надо моделить, их можно текстурой сделать. Это работа визуализатора, знать, где можно сделать текстуру или материалом, а где можно сделать отдельным геометрическим объектом. Просто общая рекомендация использовать геометрию, чтобы потом не забыть и не мучиться с настройкой материалов. И да, это важно, еще раз говорю, это важно. Вот другой пример, это уже визуализация была сделана раньше, сильно раньше. и здесь прям конкретные ошибки указаны. Третья рекомендация, это габариты моделей наполнения должны быть правильного масштаба. Всегда стоит проверять масштаб импортированной модели. Даже если разницы на глаз не видно, не значит, что проблемы с масштабом нет. Это касается и предметов наполнения, и предметов мебели. когда мы импортируем, я бы рекомендовал всегда проверять высоты. Помните, в правилах по дизайну, ну вернее, не то, что помните, мы об этом еще поговорим, всегда высоту проверять импортированной модели. Иногда бывает, что она либо больше, либо меньше. Когда вы импортируете модель, вы никогда не знаете, кто и как ее делал, и на глаз вы не всегда сможете определить, насколько она качественно сделана. Я имею ввиду по габаритам. То есть она может сделана быть качественно в плане деталей и всего остального, но просто может быть не того масштаба. Поэтому нужно знать основные параметры по дизайну и их проверять. Дальше, что у нас касается мелочей. Наполнение. В данном случае просто на этой картинке они отмечены, так как невооруженным глазом видно, что они очень маленькие. То есть очень маленькие для такого стола. Вот эти цветы, то есть должно быть явно больше. И подушки соответственно тоже маленькие, такие какие-то они все игрушечные. Ну здесь еще ракурс немножечко подводит, но тем не менее вот стандартная проблема с масштабом. Будьте внимательны. Это правило номер три. Четвертое. Отсутствие сегментации. Очень частая ошибка. Очень частая. Здесь к сожалению не особо видно. Надо эту картинку рассматривать ближе. Речь здесь идет о том, что на радиусных поверхностях есть сегментация сделанных особенно так, что-то я зарисовал, немножко не так, но вы поняли, я думаю, что есть сегменты. В данном случае это не идеально прямая окружность, ровная, а такими сегментами сделано. И это видно на большом разрешении. Очень часто, когда создается внимание при поле моделинги, многим любимым, эти объекты, они становятся проблемными. Причем на маленьком разрешении их не видно, а на большом, когда от финалити, становится все видно, и вдруг на переднем плане у вас возникает объект с не очень качественной геометрией. И переделывать уже лень, и уже отсчитали большую картинку, очень сильно разозлитесь и вы, либо ваш визуализатор, либо заказчик, если будет эта сегментация. Поэтому крайне рекомендую четвертым правилом проверять все заранее, чтобы было у вас все сделано четко, и не было сегментации. Ни на каком объекте не должна быть видна сегментация. Особенное внимание следует уделить на радиусные поверхности, арки, скругленные детали, элементы, как наполнение самого объекта, стены, арки, колонны где-нибудь, так и внутренних элементов мебели. В данном случае пример приведен со светильником. Следующая часть. Для качественной визуализации важны детали. Как мы уже об этом говорили, здесь мы переходим конкретнее. Детали ручки. Смотрим внимательно, не забываем. Всегда есть у нас ручки на дверях, а вернее на окнах, на дверях другого типа ручки, на раздвижных дверях. Все аккуратненько сделано и все они присутствуют. Все мелочи, которые должны быть, они есть. Петли по желанию. Здесь в данном случае они есть. Моделлер не поленился здесь сделать дверь и сделать петли. Смотрится почему бы и нет. Смотрится очень симпатично и качественно. Видно, что работа сделана детально, с душой. Вот еще один пример из недавнего. Здесь не сильно вам будет видно. Здесь перестарались немножечко. Да, видно не будет, но я вам расскажу в чем тут смысл. Для этой двери сделана ручка и замок. И здесь наоборот она перемудрена очень сильно так, что замок вылазит наружу. То есть слишком сложный замок, он не очень хорошо поместился в дверь. Поэтому делая тоже без фанатизма, используйте те элементы, которые действительно должны быть. И будьте аккуратны, чтобы они не вылазили никуда, ни налево, ни направо. Следующая часть это стыки конкретно на полу. Я вынес это в отдельную тему, потому что это важно. На стыке материалов, не обязательно на полу, а вообще когда у нас есть стыки материалов, должен быть обязательно геометрический шов. Посмотрите, идет плиточка. Вот она. Соответственно, вот это все сделано геометрией. А дальше идет плоскость пола. Естественно, каждая доска здесь не сделана тоже отдельной геометрией, хотя можно было это сделать тоже. Но в данном случае это допустимо, никаких проблем с полом нет и не возникнет. Но вот этот шов на стыке материалов, он нужен, потому что иногда бывает вообще еще хуже, иногда бывает, что делают материалы, может быть, кто-то сейчас себя узнает, когда у вас идет общая поверхность, и потом маленькой-маленькой плашечкой делают какой-то материал сверху, и вот он вроде один материал, допустим, каменный, а здесь, чтобы не моделить заново и не создавать там новые плоскости, делается второй сверху, накрывающий его. В итоге получается полная ерунда, особенно на большом разрешении, потому что вот этот маленький зазорчик не сделаешь, возникает там тенюшечка какая-нибудь дурацкая, плюс стыки мэппинга, когда вы будете текстурить, вот здесь вот стык никогда не будет правильный, чаще всего одно залезет в другое, ну и будет идеальный способ это вот этот, как я сейчас сказал, запомните его, следуйте, все участники процесса скажут вам спасибо, соответственно, заказчики проверяйте, чтобы вот такого не было, как я сейчас показал, на вашу визуализацию, которую вы принимаете. Следующее, то же самое, но с панелями, стыки панелей также должны быть читаемыми с зазорой и фаской, обратите внимание, вот на вообще на эту конструкцию, как она сделана, и вот на стол. Я говорю о мелочах, которые здесь присутствуют, насколько важны детали и фаски, и вот здесь, допустим, большой шов, он не случайно, здесь тоже чуть больше шов, швы вот здесь вот меньше между панелями, здесь то же самое, есть большие швы, есть маленькие швы, есть панели, даже между панелем, видите, есть деление, в общем, все вот это важно, и это все читается, то есть, вот это читается вещь, и соответственно, вот это читается шов, и они разные, понятно, что это для двери, визуально это сразу видно, и визуально это сразу придает изображению, ну, какую-то серьезность, то же самое на эту дверь, обратите, здесь хороший свет стоит, в плане того, что все фаски читаются, вот именно так они у вас и будут, и должны читаться, каждый вот этот элемент, если вы его сделали, если вы настроили материал правильно, он у вас будет так же играть, это то, что как раз ведет к качественной работе, соответственно, если этого не будет, то работа будет, ну, так себе, на троечку, ну, здесь еще один пример, то же самое, только в современном стиле, вот панели, даже видите, здесь есть, ну, даже видно стеночку в этих панелях, за ним, тоже очень правильно сделано, ну, и соответственно, здесь тоже очень все четко сделано, швы, зазоры, все это важно. Следующая часть, на что стоит обратить внимание, это итоговое изображение не должно содержать глюков с геометрией, глюки подразумевают собой появление черных пятен, соединение компонарных плоскостей, щелей, геометрия, и других всяких нежелательных последствий. Здесь тоже не очень хорошо видно, но тем не менее, есть проблемы, вот они отмечены даже. Еще раз напоминаю, видите, вот здесь некоторые есть такие пояснения, дополнения, все это было, ну, то есть, вот эти вот все работы, это были реальные промежуточные работы на курсе визуализации, которые, ну, по сути, они вот из жизни, ничего не придумано. Вот человек вроде все сделал качественно, классно, но вот какие-то проблемы возникли. Здесь, здесь, со стульями сплошная большая проблема, все глючит просто страшно, надо брать и перемоделивать. Также бывают компонарные поверхности, когда соединены на одном уровне и попадают плоскость в плоскость, и там образуются черные пятна. Тоже очень большая проблема. Здесь еще со светильником, здесь много вообще таких проблем, но сейчас мы просто говорим об одной конкретной, обращаем внимание просто на щели и стыки. Вот еще один вариант. Это позиция следующая, девятая. Не должно быть пересечения объектов геометрии. Например, шторы и карниза, шторы и мебели, плинтуса и наличника или каких-то других элементов. Когда у нас пересекается геометрия, между собой она должна стыковаться правильно с точки зрения и дизайна, и вообще здравого смысла. Тоже здесь не очень хорошо видно при таком разрешении, но суть в том, что карниз должен прятаться за наличник, а здесь происходит ровно наоборот. Идет наличник двери, и в него упирается карниз, образуя вот эту вот маленькую щель. Не то, что щель, а такой зазорчик. Этого быть не должно, это одна из очень частых проблем и ошибок. Кто себя узнал, не допускайте ее никогда. Правильно должно быть следующим образом сделано. Идет плинтус, вид сверху рисую, идет наличник, и дальше идет дверь. Только так. Только так. Сейчас на картинке сделано вот таким образом. Отметьте, это просто очень сильно бесит дизайнеров, и очень часто возникает эта проблема, эта ошибка. Одна из самых важных и ярких. Вот, следующая часть, очень аккуратно надо все стыковать, ну в принципе к этому уже и относятся. Казалось бы, все идеально, все сделали хорошо, но такая вот мелочь, которая в итоге портит всю работу. видно, что косичка вот эта сделана неаккуратно, и она находит почему-то на карниз. Этого быть не должно. Это должен отсечь визуализатор. Даже если вы так отрендерили, бывает, ничего страшного, возьмите, замажьте, вырежьте отсюда кусочек, и замазать можно, если вы уже совсем не успеваете. Но вот так работу сдавать нельзя. Вот еще, тоже одна из последних работ. Ну, совсем грустно, когда попадает штора в штору, штора в карниз, тоже одна из самых частых ошибок. К сожалению, ткани делать очень мало кто любит и умеет правильно, потому что там очень много точек соприкосновения друг с другом, но просто надо быть внимательным. Если эти проблемы могут быть, то вам нужно сделать все, чтобы проверить себя, и чтобы их не допускать. Если это увидит дизайнер, он подумает, что вы неаккуратный, как визуализатор, и, ну, блин, сразу все сказано. Все понятно. Аккуратности научить невозможно, аккуратности можно только научиться, либо воспитать самого себя. Просто знайте, даже если у вас это в крови нет аккуратности, чек-листами работайте. Ну, также ручки, да, вот я раньше не заметил, кстати, но вот таких ручек тоже, наверное, только поискать надо. Действительно, взять дома, посмотреть, какие стоят. Я тут еще смотрю совершенно другие. Вот еще один пример. Казалось бы, все хорошо, но щель появляется. Вот, кстати, здесь правильное крепление панели и наличника, но у нас есть щель. Все почему? Потому что дверь постарались прилепить к стенке, причем визуализатор знал, что как бы так нельзя делать, но скорее всего, когда он задвигал дверь, она получается в стенку ушла. Что нужно было сделать, это просто сделать вырез. Не полениться сделать вырез в стене и запихать ее глубже. Но вот как-то так мы просто решили оставить. Нельзя так оставлять, это не останется незамеченным. Будьте внимательны. Вот еще одна картинка. Казалось бы, вообще все хорошо. Все сделано. Ну, в целом, приятная картинка сама по себе, и гамма, и все остальное. Но, посмотрите вот на эту вот ерунду, на щель, которая образуется. Здесь она не очень хорошо видна, но при более высоком разрешении она сильно портит жизнь. Все сделано, просчитано, но откуда-то идет свет, и реально там щель между левой и правой стеной. Не делаем. Посмотрим, проверяем себя внимательно. Следующая часть это летающая геометрия. Следующая ошибка и чек-лист, по которому надо проверить. Летающая геометрия, вот, соответственно, по неопытности, по неосторожности у нас встроенные светильники отходят от потолка. Вот еще одна часть, посмотрите. Тоже не я придумал, это взятые из работ, которые приходят десятками к нам на обратную связь. Везде одно и то же. Просто неаккуратно, невнимательно. Нельзя такое отсылать заказчику. Надо проверять. Если самостоятельно не получается, надо привлекать кого-то, друга, подругу, еще кого-нибудь, дать ему этот чек-лист и попросить, проверить, чтобы ничего не летало. На самом деле, здесь достаточно просто какой-то базовую внимательность и понимание того, что эти проблемы, эти ошибки есть. Надеюсь, что вы сейчас посмотрите и постараетесь их избегать, хотя бы проверять. Вот еще одна картинка. Мне она очень нравится. Это одна из работ, которых сделана была на последнем курсе. Все вроде классно, идеально. Но давайте посмотрим на горшки. Почему все горшки летают? Не должно летать. Вот щели поднимают гравитационно наши кусты и растения. Так, следующая часть, номер 11. Одинаковые фабричные элементы расположены в строгих рядах. Например, кресло нужно чуть-чуть повернуть за исключением эффектов, создаваемых геометрическим ритмом. Так, давайте посмотрим. Вот полезная часть. Например, вот у нас одинаковые элементы сделаны в ряд. Соответственно, что мы здесь видим? Какой-то ящичек просто подвинут. Какие-то между собой как-то чуть-чуть подвинуты. Чтобы избежать монотонности, их надо немножечко двигать. За исключением случаях, как сказано было выше, когда у нас этот ритм не задан специально в поддержку какого-то либо дизайна, либо в поддержку определенного стиля. Мы об этом поговорим немножко дальше. Это стиль Калихопен, как у нее сделано. И там мы увидим другое расположение совершенно четко заданной сетки. Чаще всего в стандартной жизненной ситуации нужно будет чуть-чуть подвинуть фабричные элементы, друг относительно друга, чтобы задать небольшой хаос. Но обратите внимание, вот здесь сделано слишком много. Слишком много. Здесь очень здесь неаккуратно уже, неряшливо. Не делайте так. Это не очень хорошо. Идеально должно было быть все в ряд и один или два какие-то выставлены вот буквально вот на такое расстояние, как сделаны вот эти два. остальное это уже перебор. Здесь нужно как и везде в общем-то нужно применить максимальную тактичность и знаете, чуть-чуть изменить что-то чуть-чуть. Так же как ту же тактичность нужно применить и с постобработкой чтобы не переусердствовать ну и вообще со всеми что мы делаем. То есть чтобы оно было качественно нужно небольшое дополнение небольшое изменение внести. В данном случае визуализатор перестарался но тем не менее как иллюстрацию я вам привел. Следующая часть растения штора и другие живые объекты которые у нас есть в интерьере нужно делать чуть-чуть разными. Поворачивать разной стороной между собой и как-то масштабировать чтобы они не были одинаковые. По-моему картинки у меня на эту часть нету. Да, картинки на эту часть нету у меня. Чтобы не было геометрического тайминга. Ну, соответственно я думаю вы поняли что когда мы берем растения одинаковые мы берем одну и ту же модель и двигаем ее вокруг оси просто чтобы она у нас не была на картинке одинаковая клонированная потому что не бывает клонированных одинаковых вещей и элементов. Также желательно избегать клонирования в геометрии. Посмотрите когда хаотичные вещи стоят идеально одинаково идеально ровно с идеальной вот такой вот копируемой моделью это тоже не очень красиво. Ну, то есть невозможно физически положить две геометрические вещи так вот ровно. Вот здесь кстати вся геометрия сделана неизменяемая ну, потому что стандартные у нас корзиночки они такие и есть. здесь мы можем играть только местоположением а в хаотичных вещах скатерть растения полотенца халатики и другая всякая такая вот ерунда подвижная они должны быть подвинуты немножечко изменены может быть повернуть нужно было на 180 градусов либо переложить вручную немножечко в общем нельзя делать одинаково следующая часть это моя любимая дорога в рай называется следует закрывать щели под дверьми и пустоту за прозрачными дверьми через которую с улицы проникает или из другой комнаты проникает свет очень часто бывает когда неплотно садится геометрия как здесь показано например геометрия двери и стеночки и оттуда льется райский свет идет вот пожалуйста то же самое очень частая ошибка будьте пожалуйста предельно внимательны убирайте всегда эти вещи самостоятельно не дожидайтесь пока вам дизайн об этом расскажет следующая матовая дверь обратите внимание на матовую дверь за ней всегда должен быть свет какой-то и что-то должно происходить в данном случае картинка не очень хорошо отображает то что должно быть заматовой дверью мы поговорим про нее в отдельном блоке про материалы вообще как она делается здесь просто я хотел показать саму суть лучше не нашел картинки вот еще одна матовая дверь там что-то есть внутри здесь просто какая-то темнота вообще там должен быть градиент какой-то определенный здесь видно небольшой градиент но здесь в принципе тоже если присмотреться поговорим отдельно какой-то объем за ней должен быть показан следующая часть акцентирует внимание на объемные площади в данном случае я делал дизайн вот этой центральной зоны гостиной меня не просили я не знал что будет вот здесь вот в этой зоне но чтобы показать изображение качественным мне пришлось разместить вот сюда придумать что там будет столовая и разместить туда какие-то стульчики столики вернее столик и стульчики для того чтобы ну просто она не была пустая этого не было в задании и просто я это додумал самостоятельно и заказчик не был против то есть архитектор для которого я это делал и если у вас есть длинные пролеты пространства то соответственно либо спрашивайте что будет дальше либо если задание это неизвестно предлагайте какие-то свои решения для картинки для визуализации не должно быть длинных прострелов без какой-то геометрии ну просто это физически невозможно это будет какая-то недоработанность все равно что на экстерьере делать макетные домики ну как бы не всегда это разумно и не всегда это хорошо следующая часть осталось немножко 5 пунктов в местах стыковки с потолком подвесных светильников обязательно делайте вот такие крепления розеточки очень часто они забываются всеми моделерами визуализаторами и вот пример одна из моих работ я нашел я тоже здесь не сделал старая работа 2000 какого-то там восьмого седьмого не помню какого-то года анимацию я делал и вот упустил сам нашел удивился да упустил пожалуйста вы не упускайте пусть это уже вам идет за правило какое-то крепление должно быть обязательно следующая часть все объекты должны бы иметь толщину посмотрите внимательно какая ткань как лезвие невозможно так недопустимо не должно так быть ткань ну любые объекты должны иметь толщину какую-то видимую следующая часть элементы должны быть очень аккуратно состыкованно не находить друг на друга не вылезать друг из друга и не пересекаться следующая часть это посвящена светильникам которые являются вырезными обратите внимание мы не ленимся для встроенных светильников вырезать дырочки в потолке и вставлять их внутрь кто-то делает накладкой даже здесь обратите внимание тоже прошу прощения не очень хорошо видно даже здесь когда у нас условно накладные светильнички там есть щели в потолке мы вырезаем щели и сами светильничек вставляем наверх да при таком разрешении а вот здесь если приглядеться можно в принципе увидеть что там есть какой-то объем здесь внутри при большом разрешении это хорошо видно здесь просто размазывает еще сам визик делает не очень качественную картинку я рекомендую в потолке вырезать прям дырочки и вставлять светильнички наверх это будет всем приятно и всем полезно и последняя часть касающаяся моделинга обратите внимание на рельефные поверхности при любом возможном удобном случае старайтесь сделать их трехмерными ну либо если вы не знаете что такое двухмерное что такое трехмерное когда вы принимаете работу от визуализатора смотрите чтобы они читались объемно особенно это будет касаться на углах на стыках то есть если натянуть текстуру кирпичную она будет не очень качественно сделана вот здесь на стыке будет полная ерунда а желательно делать геометрии не лениться ну либо дисплейсом вот еще один пример как хорошо читается это очень хорошо читается вся геометрия при боковой подсветке если мы делаем боковую подсветку то вдвойне важнее сделать все это геометрии чем пытаться натянуть текстуру потому что такого эффекта текстура добиться очень сложно с кирпичиком тоже кстати Следующую картинку, если мы перелистнем, как пример показано, как несложно в принципе замоделить все это дело ручками и в 3D. Никакой сложности это не доставляет, но насколько реалистично будет выглядеть итоговая сцена, когда вы все это подсветите красиво. Эта фотография просто сделана, иллюстрирующая то, что я сейчас рассказал. И вот сделано здесь кирпичиком. Вот последний пример в данном блоке. Когда объект сделан кирпичиком, здесь тоже не очень хорошо видно из-за качества, но нужно понимать, что на стыке и вообще при большом разрешении видно, что это натянутая текстура. Если бы здесь был сделан кирпичик, был бы эффект гораздо лучше, гораздо интереснее и красивше. Поэтому если есть возможность, делайте всегда все 3D. Но не то, что если есть, это крайняя рекомендация делать именно так. Все вот эти вот вещи по моделингу, они являются основными. В этих вещах заключено наибольшее количество ошибок, которые можно сделать в принципе. И их совершают очень часто. Поэтому и с одной стороны, если вы заказываете, и с другой стороны, если делаете. Эти всего лишь 20 пунктов, которые мы описали, проверив которые, что ничего не летает, все на своих местах, все полностью сделано геометрически верно и четко. Я не говорю о том, что все должно быть по заданию, это по умолчанию, естественно. Если вы все это соблюдете, то проблем и вопросов к вам практически не будет. То есть если они будут, они будут минимальны и не к вам, а больше к заданию. И дизайнеру самому к себе, если вы визуализатор. Соответственно, если вы дизайнер, именно по этим пунктам проверяйте всех ваших визуализаторов. Если что-то не соблюдено, говорите там пункт номер такой-то, из списочка, почему летает геометрия. Или почему пересечение у вас потолка со шторой, или карниза со шторой. Ну или что там, себе вы возьмете еще что-нибудь из этой позиции. На сегодня у меня все. С вами было очень здорово и приятно. Спасибо вам за эфир и проведенное время. С вами был Станислав Орехов. До новых встреч. Всем пока.